здравствуйте друзья с вами канал с камней его ведущий я дмитрий круглых и сегодня мы с вами продолжим говорить про искусственный интеллект и благодаря тем комментариям которые мне написали в прошлый раз когда это выпустил видео про искусственный интеллект вообще диапазон комментариев и отношения ко мне он очень разный до от спасибо большое за видео очень приятно было очень познавательно до сдохни под забором понятное дело что диапазон достаточно разные какой-то да мне нравится какой-то не нравится на какие-то комментарии я отвечаю на какие-то не отвечаем тут было просто два комментария на которых я не хотелось бы прямо становиться один комментарий мне сказали что зачем вы нарисованы оказывается до меня если вдруг кто не знал нарисовала нейросеть на самом деле все нейросеть фон позади меня вот он настоящий а я на самом деле нарисованный вот видимо так думают вот поэтому да это этим каналом заправляет нейросеть опасайтесь искусственный интеллект а второй комментарий был достаточно интересный потому что я там обсуждал эксперимент про китайскую комнату и мне оставили комментарий что я не знаю с каким посылом то есть с хорошим или с плохим поэтому если вдруг кто-то написал являясь подписчиком моего канала обязательно пишите если это вот с хорошим посылом было написано или с плохим мне написали что дмитрий круглых это сильный искусственный интеллект и вот здесь мне стало интересно на самом деле это очень такая большая тематика потому что я сразу ответил что а вот тут то я не уверен сразу оговорюсь что это достаточно большая проблема в философии насколько сам по себе человек является сильным интеллектом то есть я еще раз напоминаю в теории искусственного интеллекта есть разделение на два типа то есть это сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект слабый искусственный интеллект это который действует по определенным алгоритмам и не может выйти за предел алгоритма сильный искусственный интеллект и это который может выйти за предел своего алгоритма и вопрос до которые здесь будут это Сможем ли мы вычислить такую машину, если она появится, и сможет ли вообще действительно машина выйти за пределы своего алгоритма. Но когда мы обращаемся к человеку, то здесь становится все достаточно сложно, потому что мы-то с вами тоже действуем по определенному алгоритму. То есть, да, это определенные нейрофизиологические процессы, которые у нас так или иначе присутствуют. У нас есть определенные реакции, инстинкты на определенные действия, и это могут быть как раз определенными защитными механизмами. То будет действительно вопрос, насколько я могу выходить за пределы своей программы. Я здесь напомню, что, условно говоря, есть какой-нибудь Джон Локк, который говорил о том, что в сознании человека есть табула раса, то есть чистая доска. Значит, у нас получается, знаете, такое чистое сознание, на которое мы наносим все, что мы хотим или не хотим, или мир наносит вот на эту доску. Ну и получается определенный рисунок, определенный такой вот мотив, и вот дальше вот как раз это и есть человек. Однако же Дэвид Юма в свое время, он как раз сказал, я уже на современный язык переведу, что человек обладает определенным внутренним, скажем так, программным обеспечением. То есть у нас есть функция запоминания, у нас есть функция распознавания лиц, у нас есть возможность проводить ассоциации и аналогии. То есть обратите внимание, да, вот даже если мы говорим про символизм и прочие-прочие вещи, то все равно у нас есть механизмы для того, чтобы это расшифровать. У нас в человеке есть механизмы для того, чтобы распознать нас самих. Обратите внимание, ну это то, что называется тест мушка, который проводят у детей, да, может ли ребенок в зеркале понять, что это он, что в зеркале находится именно он. Обратите внимание на поведение котиков, потому что я думаю, что вы тысячи раз видели в интернете поведение каких-нибудь котиков, которые подскакивают к зеркалу и в лучшем случае они никак не реагируют, в худшем случае они думают, что там кто-то другой, что там какой-то кот, но они не понимают, что это они есть. И вот теперь вопрос, вот это вот понимание, это не моя какая-то личная фишка, до которой я индивидуально дорос. Это достижение, в принципе, вида. Если мы рассматриваем в этом плане биологический вид, как некоторую, скажем так, внутреннюю программу для считки, это может быть символов, это может быть распознавание тех или иных знаков, распознавание свой, чужой и так далее, то есть то, что у нас присутствует, вопрос, а не получается ли так, что я живу исключительно в рамке той программы, которая мне задана, и я не могу за ее пределы никак выйти. И такое ощущение, да, что с приходом фрейдизма, с бессознательным и так далее, становится еще один вопрос. А где нахожусь я сам? То есть бессознательное, оно превалирует над моим я? Или же моя сознательная часть, но она все равно получается, она находится в рамках определенной программы, которая будет контролировать вот это вот бессознательное. Поэтому я не здесь, вот честно, не могу ответить на вопрос, насколько я сам выхожу за рамки своей собственной программы. То есть, наверное, человек как вообще вид, если рассматривать вообще в принципе, то да, скорее всего, вот видово, оно вот как бы выходит за рамки и начинает развиваться. Но вопрос, вот если в контексте этого вида существую я, то не существую ли я в рамках вот этой вот той самой программы? Потому что могу ли я мыслить, скажем так, не по алгоритму? Потому что, опять же, да, вот есть очень много вещей, которые я помыслить, представить вообще не могу. И вот здесь это будет такой, ну, скажем так, вопрос. То есть, условно говоря, вот давайте так, мой мозг определяет мою самость, или же я определяю мой мозг? И где тогда нахожусь, условно говоря, я? Я нахожусь в контексте этой программы, вот то, что там в мозгу происходит, да, еще же происходит большое количество химико-биологических разных процессов, да, то есть от того, что у меня могут быть какие-то проблемы с нарушением каких-то веществ. У меня могут быть еще там какие-то проблемы. То есть куча факторов, которые, как, условно говоря, как плохой работающий компьютер. То есть в этом плане, я думаю, что имеет действительно место сравнивать компьютер и наш мозг. Но понятное дело, что наш мозг, он гораздо сложнее. Но если мы пытаемся понять, что такое искусственный интеллект, и насколько он может творчески осознавать, насколько он может творчески мыслить, то это будет большой вопрос, потому что, а насколько может действительно творчески мыслить человек, насколько он реально может осознавать и отдавать себе отчет в тех или иных действиях. То есть когда мы говорим про понятие любви, свободы, чести, вот вопрос, как регламентируются в нашем сознании вот эти вот понятия, потому что это те вопросы, которые в свое время задавали, в принципе, философы, Платон в частности, и его это вот привело к эйдосам, к идеям. И все-таки вот Дэвид Юм, он говорит про некоторое программное обеспечение, которое заложено в человеке, которое позволяет проводить ассоциации, которое позволяет вообще выстраивать наше с вами сознание. Вот, поэтому я честно вот подписчику написал, что я не знаю. Вот, и это действительно, мне кажется, честно, и философ в этом плане он всегда должен вопрошать. И, конечно, те, кто занимаются аналитической философией, они вот в этой теме погружены больше, потому что в том видео, которое вот я рассказывал про искусственный интеллект, я рассказывал с точки зрения иероглифики, иероглифов. Мне вот это вот там было интересно. А вот здесь вот этот вот вопрос, он, конечно, еще и к аналитической философии, но и к нейрофизиологам. То есть, насколько наш мозг определяет именно нас. И насколько в этом плане мы являемся свободными. Потому что, понятное дело, что мы очень сильно зависим от ряда биологических факторов и так далее. То есть, здесь об этой свободе говорить даже не приходится. Но вот то, что касается мышления, свободны ли мы в этом плане, или же мы думаем, что свободны, а продолжаем мыслить в контексте алгоритмов. И в этом плане мы являемся слабым искусственным интеллектом. Хотя наш вид при этом является, по крайней мере, пытается существовать как, ну, скажем так, достаточно сильный искусственный интеллект. Вот. Вы не забывайте, как сильный искусственный интеллект, или наоборот, по каким-то программам, обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте мне лайк, напишите ваши комментарии, потому что, ну, знаете, считается, что, типа, сдохни под забором, ну, такое себе не очень приятно. Поэтому напишите мне хороший комментарий, мне, правда, будет приятно. Напишите, что вы вообще считаете по этому поводу, потому что я поделился не своим мнением, а, скорее, своим сомнением. Вот. По данному вопросу. Вот. Поэтому обязательно еще загляните в описание, там у меня есть разные курсы, там и по философии Платона, и восточная философия, и японский язык, и философия бизнеса. Ну, в общем, все, что в вашей душе приглянется. Обязательно подписывайтесь, тоже заходите в чатики, там есть разные телеграм-группы, я там делаю картинки, благодаря нейросетям. Ну, а сам я являюсь нейросетью. То есть я должен сделать так и раствориться. Вот. Но этого пока я делать не умею, поэтому пишите, считаете ли вы меня нейросетью. И до новых встреч. Увидимся на этом канале. Пока-пока.